Всем привет! Наверное, каждый из нас мечтал в детстве найти клад. Настоящий сундук-сокровищ. Теперь же пришло время воплотить мечту в жизнь и сделать старинный сундук своими руками. Вы не поверите, но основой нам послужит самое что ни на есть обыкновенная коробка. Для начала мы ее подрежем. С трех сторон приблизительно по 4 сантиметра. Говорят, что от сундука пошла вся прочая мебель. Комоды, шкафы и даже диваны. Не зря же в каждом диване есть пространство для хранения вещей. Крышка у нас стала длиннее, теперь мы согнем ее полукругом. Для этого мы проведем линии вдоль крышки. Вот такие вот получились линии. Это позволит аккуратнее согнуть крышку. Для ее боковых стенок я вырезала вот такие вот детали из картона. Теперь оклеим их обоями. Для этого используем клей ПВА. Обрезаем лишнее, оставляя зазор в 2 сантиметра. И делаем зубчики для последующего приклеивания. Вот так вот должны выглядеть эти детали. Теперь можем прикрепить их к крышке. Готово! Теперь оклеим обоями сам сундук. Кстати, сундук не такая уж и вышедшая из обихода вещь. С ним связаны некоторые современные профессии. Например, такие как костюмеры или реквизиторы. Перед костюмерами и реквизиторами была профессия укладчиков одежды в сундуки. Именно этим занимался известный француз Луи Витон, который умел укладывать одежду так, что она не мялась. Творческие задатки помогли ему стать основателем бренда собственной линии сумок. Именно Луи Витон трансформировал громоздкие сундуки в чемоданы и дорожные сумки. Внешняя часть сундука оклеена, а внутри я сделаю обивку из бархата. Вот такие у меня есть заготовочки, которые мы наклеим на наш чудо-клей-пистолет. Уже более восьми веков бархат считается атрибутом изысканности и богатства. Им декорировали троны, алтари, парадные гостиные и королевские спальни. Красота? Ну какой же сундук без ручек? Это чуть ли не самые важные детали, и у нас их будет целых три. Одна сверху. А боковые мы сделаем и в цепочке. Приступаем к основному декору. Мне захотелось придать изделию эффект ковки. Из кожаной куртки я вырезала вот такие вот детали. Теперь украсим ими сундук. Нанесем узор на поверхность. А теперь завершающий штрих декора – окантовка. Итак, мы подходим к последнему этапу покраски. На всю поверхность наносим черный акрил. В сундуке-шкатулке можно хранить что-то сокровенное, вроде писем, открыток или дневников. А можно использовать для всех тех мелочей, которым не нашлось места в доме. Не переживайте, мрачно не будет. Это всего лишь первый слой. Сверху наносим бронзу губкой. Если проследить трансформацию сундука, то можно построить такую цепочку. Сундук, баул, чемодан, сумка и шкатулка. Думаю, наш сундук прекрасно справится с функцией шкатулки. Вот что у нас получилось. Даже если в детстве вы так и не нашли свой сундук с сокровищами, вы легко можете воплотить эту мечту для своих близких. По-моему, прекрасная идея для подарка. Экспериментируйте! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!